Кубические дома в Нидерландах, головокружительные шедевры Гауди в Барселоне, или башня в форме сот в Нью-Йорке – все эти здания давно стали визитными карточками своих городов. Но архитекторы во всем мире продолжают воплощать в жизнь свои самые невероятные задумки. И если вы считаете, что величайшие чудеса света создавались только в далеком прошлом, то сильно заблуждайтесь. Привет, вы на канале Топ Смайлз, и сегодня мы подготовили для вас небольшую подборку из самых удивительных зданий планеты, которые наверняка не оставят вас равнодушными. Так что наливайте чайок-кофеек, и поехали. Башня в форме сот в Нью-Йорке, США. Это, наверное, одна из самых узнаваемых достопримечательностей Манхэттена. На создание проекта Весел, архитекторов Хетевик Студия, и в частности Томаса Хезервика, вдохновили уникальные скульптуры голландского художника-графика Маурица Корнелиса Эшера. И создавался сразу с двумя целями – дополнить красоту Манхэттена, и организовать смотровую зону, с высоты которой можно рассмотреть город со всех сторон. В результате получилось одно из самых сложных и масштабных зданий из стали, похожее на гигантские соты. Весел представляет собой 16-этажное сооружение высотой 46 метров, и имеющее 154 лестницы, 2500 ступеней и 80 платформ. Судно имеет ширину 15 метров у основания и расширяется до 46 на вершине, а внешне очень напоминает огромную вазу. Туристы и местные жители называют его весел, то есть судно. Монументальный стальной каркас снаружи имеет медное покрытие, однако, по словам архитекторов, несмотря на поразительный фасад, лучшие виды на здание находятся внутри. Площадка уже стала одним из самых популярных мест в Нью-Йорке для селфи и фотографий в Инстаграм. А с верхнего этажа здания открывается прекрасная панорама города и потрясающий вид на реку Гудзо. Критики считают, что Весел – это ответ Эйфелевой башни, а Нью-Йорк Таймс обозвал ее лестницей в никуда. Пряничные домики в парке Гуэля, Испания Пряничные дома – это, наверное, одни из самых красивых домов в мире, украшающие вход в знаменитый парк Гуэля, который создавал на протяжении 15 лет великий архитектор Антони Агауди. И если верить легенде, хозяин парка Гуэля придумал эти дома после просмотра легендарной оперы Гензель и Гретель. Гуляя по чудесному парку можно с уверенностью предположить, что архитектор создавал это чудо без специальных расчетов, а как бы от руки. Ведь постройки здесь кажутся сказочными или нарисованными, и не имеют острых углов и прямоугольных форм. У входа посетителей встречают два пряничных дома. Их вентиляционные трубы выглядят как два мухомора, а за домиками располагается лестница. Она ведет в зал 100 колонн, но на самом деле колонн не а всего лишь 86, и они служат опорой потолку, украшенному мозаикой. Интересно то, что в колоннах спрятана система водоснабжения города Сада. То есть когда идет дождь, то вода по специальным желобам внутри колонн стекает в специальный бак, расположенный под землей. Периметр парка украшает знаменитая извилистая скамейка, сделанная из камня. Гауди принимал во внимание анатомические формы человека среднего роста, когда создавал этот шедевр. А мозаику выкладывал избитый посудой бутылок, которые по его приказу на место строительства приносили рабочие. Сейчас Минтхаус – это одна из главных достопримечательностей города, которая открыта для посещения туристами. Кстати, домики вместе с парком были внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Отель Marina Bay Sands, Сингапур Отель Marina Bay – это суперсовременное здание в центре Сингапура, расположенное на берегу одноименного залива Marina Bay и напоминающее своим внешним видом парящий в облаках огромный корабль. Отель был открыт в 2010 году, но уже успел стать одной из главных достопримечательностей страны, ведь все сооружение, помимо роскошных гостиничных номеров, включает в себя пейзажный бассейн, сад и обзорную площадку на крыше, большое количество ресторанов и магазинов, два больших театра, два ледовых катка, а также первоклассное казино. Он был построен корпорацией «Сэнь Йон Инженерин энд Констракшн Компани» с 2006 по 2010 год по заказу американской группы «Лас Вегас Сэнс». Проект гостиницы разработал известный архитектор Маше Савди, а весь дизайн здания был выполнен по правилам фэн-шуй. Комплекс из трех 55-этажных башен, высотой в 200 метров с большой террасой наверху, стал воплощением самых смелых инженерных, архитектурных и эстетических фантазий, задав для всех последующих сооружений в Сингапуре крайне высокую планку. Общая стоимость строительства, включая выкуп земли, превысила 8 миллиардов сингапурских долларов. Поэтому казино «Марина Бэйс Сэнс» считается самым дорогим в мире. Площадь всех помещений отеля равна 350 тысяч квадратных метров. И сюда входят не только гостиничные номера в количестве 2561 штуки. Но и развлекательный комплекс «Скайпарк», включающий в себя огромный бассейн с обзорной площадкой и садом на крыше, несколько ресторанов, фитнес и спа-зоны, конференц-зал, театры, торговые центры и казино. Об истории создания этого шедевра современности был снят специальный документальный фильм и показан на канале National Geographic. Атомиум, Бельгия В Брюсселе находится уникальное во всех смыслах сооружение под названием Атомиум, которое сложно назвать зданием в привычном понимании слова. Постройка представляет собой огромный макет атома железа и состоит из очень больших металлических сфер, соединенных между собой железными трубками. Это оригинальное здание в Брюсселе было построено в 1958 году специально к открытию Всемирной выставки, на которой оно символизировало научный прогресс. Сейчас Атомиум используют для проведения выставок и культурных мероприятий, значительная часть которых посвящена именно техническому прогрессу. Высота конструкции составляет 102 метра. А в самой верхней сфере гигантского атома была оборудована смотровая площадка, с которой открывается чудесный вид на город. Одна из сфер оборудована специально для детей. В ней были сконструированы яркие комнаты отдыха. И при желании, родители с детьми могут провести в одной из комнат весь день, и даже остаться на ночь. Это уникальнейшее здание, проект которого принадлежит выдающемуся архитектору Андреу Атаркейну, сегодня является достопримечательностью государственного значения. Огромные трубы, которые соединяют сферы, имеют не только декоративное значение. Ведь внутри них располагаются эскалаторы и скоростные лифты, с помощью которых посетители атома могут свободно перемещаться по всему его внутреннему пространству. В 2006 году была проведена полная реконструкция необычного здания, после которой оно стало выглядеть еще более привлекательно. Кубические дома. Нидерланды. Планируя прогулку по нидерландскому городу Роттердам, непременно стоит включить в свой маршрут и кубические дома. Это знаменитый жилой комплекс, который находится рядом со старым портом прямо над станцией метро Блар, и по праву считается одной из самых впечатляющих местных достопримечательностей. Кубические дома были построены в 1984 году по проекту известного нидерландского архитектора-новатора Пита Блома и представляет собой оригинальный комплекс, состоящий из соединенных между собой 38 стандартных кубических домов и двух так называемых суперкубов. По задумке автора, дома должны были стать деревней в большом городе, с уютными внутренними двориками и своей собственной инфраструктурой, школой, магазинами и офисами, где отдельный дом символизирует дерево, а весь комплекс – лес, поэтому голландцы часто называют кубические дома Роттердама Блааксбос или Блаакслес. Особенностью отдельного сооружения является то, что выглядит такой дом как куб, опирающийся под определенным углом одной из своих вершин на высокий шестигранный пилот. Кстати, внутри он полый, и в нем находится лестница, по которой можно подняться в куб. При этом это стандартная трехэтажная квартира, где на первом этаже расположены гостиная и кухня, на втором, как правило, две спальни и ванная комната. А вот третий этаж обычно используют как кабинет, зону отдыха или зимний сад. Площадь такой квартиры около 100 квадратных метров, но из-за специфического наклона стен, часть пространства непригодна для использования, и визуально она кажется значительно меньше. Гостиница «Сумасшедший дом», Вьетнам У гостей вьетнамского города Далат есть возможность провести несколько дней в сумасшедшем доме. Именно так называется одна из самых оригинальных гостиниц в городе. Здание, в котором разместился отель, сложно сравнить с какой-либо другой современной постройкой, ведь оно напоминает мрачный замок из фильма ужасов. А гармонизировать мрачный вид здания призвано установленная рядом с ним красочная фигура жирафа. Автором смелого проекта является женщина-архитектор Данг Вьетнга, которая после нескольких лет обучения за границей вернулась на родину и воплотила в жизнь свою смелую и неповторимую идею. Отель пользуется невероятной популярностью у путешественников. Ночь в одном из его номеров стоит порядка 35 долларов США. Но туристам, которые решат остановиться в необычном отеле, стоит учесть одну важную особенность. По гостинице регулярно проводят экскурсии, поэтому двери во все номера в период с 7.00 до 17.00 должны оставаться открытыми. Поэтому насладиться атмосферой уединения и спокойствия в сумасшедшем доме вряд ли получится. К реализации смелого проекта женщина-архитектор приступила еще в 1990 году, но строительные работы в отеле продолжаются и по сей день. Ведь его площадь постоянно расширяется, достраиваются дополнительные корпуса, а рядом с ними появляются оригинальные ландшафтные украшения. Интерьер всех номеров отеля уникален, и у туристов есть возможность осмотреть их все. А после увлекательной экскурсии можно прогуляться по его живописному саду с трудиками и экзотическими растениями. Интересно то, что изначально Крэйзи Хаус задумывался как отель для молодоженов, а уже впоследствии стал настоящей городской достопримечательностью. Здание корзина. США. В американском городе Ньюарк можно увидеть оригинальное здание, которое своими очертаниями и формой напоминает огромную плетеную корзину. За плетенными стенами этого удивительного сооружения скрывается крупный офисный центр, принадлежащий компании Лангебега. Автором идеи является владелец компании Дейв Лангебегер. На реализацию проекта строителям и архитекторам понадобилось целых два года, а на строительство новых офисных помещений компания потратила около 30 миллионов долларов. Сегодня в эффектном здании, площадь которого составляет 170 тысяч квадратных метров, располагаются комфортабельные и современные офисы с самым первоклассным оснащением. Форма здания была выбрана не случайно, ведь уже много лет компания занимается производством корзин для пикника, которые очень популярны в Америке. Семиэтажное здание официально было признано самой большой корзиной на планете, ведь оно в 160 раз превосходит по масштабам стандартную корзину для кемпинга. Построенное в 1997 году, здание весом в 9 тысяч тонн мгновенно стало одной из главных достопримечательностей Нью-Арка. Интерьер корзины также оригинален, как и его внешний вид. Оделка внутри выполнялась с использованием металлических и стеклянных конструкций, а укрывает здание куполообразная стеклянная крыша. Венчают здание корзину огромные ручки, которые несут не только декоративное назначение. В холодную погоду они подогреваются и защищают стеклянную крышу от обледенения. И еще важно отметить то, что удивительный центр открыт для посещения туристами, и буквально каждый день по зданию проводят увлекательные экскурсии и рассказывают обо всех его особенностях. Танцующий дом, Чехия Расположенный в Праге танцующий дом является результатом совместного плодотворного труда двух выдающихся современных архитекторов, Влада Мелунича и Фрэнка Оуэна Гарри. Издали постройка действительно напоминает кружащуюся в танце пару. А местные жители придумали зданию немало оригинальных названий, и часто называют это строение «пьяный дом». Оригинальный шестиэтажный шедевр является офисным центром, а на последнем этаже располагается популярный ресторан французской кухни «Ла Перла де Прага». Строительство необычного дома началось в 1994 году, и изначально архитектурный проект решено было посвятить всемирно известному танцевальному дуэту Джинджер Роджерс и Фреду Астере. Конструкция состоит из двух башен, среди которых не составит труда выделить мужскую и женскую фигуры с явно обозначенной талией. Место, на котором было построено уникальное здание, после окончания Второй мировой войны представляло из себя груду руин. Но инициатором нового строительства здания на месте разрушений был президент Чехии Вацлав Гавил, дом которого располагается неподалеку. Воплотить его идею в жизнь и украсить одну из центральных городских улиц новым эффектным зданием удалось лишь в 90-х годах прошлого столетия. А рядом с ним располагаются уникальные исторические постройки, которым чудом удалось сохраниться в годы войны. Изящные башни с застекленным фасадом удивительным образом контрастируют с величественными зданиями 19 века. А любоваться панорамными видами центрального района многие туристы предпочитают из окон ресторана La Perle de Praga. А сейчас самое время нажать на лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео. Напишите в комментариях, какое издание вам понравилось больше всего. И спасибо всем, кто досмотрел до конца. До встречи.